Духовное окормление заключенных – одно из важных направлений в работе уфимской митрополии. По приглашению администрации из правительной колонии номер 3, митрополит Никон возглавил божественную литургию в тюремном храме. Храм, посвященный святой преподобномученице Елизавете Федоровне, появился в колонии 9 лет назад. При жизни небесная покровительница церкви пришла в тюрьму к убийце супруга со словами прощения и призывом к покаянию. Теперь о покаянии думают сегодняшние прихожане этого храма, заключенные колонии. Я недавно покрестился, обрел веру в Бога уже здесь, находясь в колонии. Мы с удовольствием ходим, я с удовольствием хожу, мне очень нравится то, что вообще это есть, то, что можно прийти, вот этот груз с души, постараться снять его, что ли. В дни празднования Пасхи Христовой митрополит Уфимский и Стерлитамакски Никон обратился к собравшимся и напомнил им историю распятия Спасителя. Крест был воздвигнут среди двух распятий преступников, получивших прозвание благоразумного и безумного разбойников. В правой же стороны висевший разбойник говорил тому, ну мы-то, мы-то с тобой, мы убивали, грабили, насиловали, мы-то с тобой висим за правду, а он висит за искупление грехов рода человеческого. Разбойник, уверовавший во Христа вместе со Спасителем, был взят в рай. Его искреннее раскаяние и вера в Господа даровали ему вечную жизнь. Сейчас для нас с вами пример и надежда на то, что мы будем помилованы, если мы будем с вами жить по христианским законам и исполнять заповеди Божии. Это первый визит митрополита Никона в колонию номер 3, поэтому, поблагодарив владыку за приезд и за молитвенное общение, архипастерю провели небольшую экскурсию по исправительному учреждению. Святейший Патриарх Алексей II сказал, что умерший ныне, что чем больше будет храмов и мечети, тем меньше будет тюрем. В завершении владыка выразил надежду, что в скором времени вновь навестит осужденных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова